Касательно так называемой Олимпиады в Сочи, как только Мутко, from his heart, объявил о Сочи, я в 2006 году написал первую статью. Нам эта Олимпиада нафиг не нужна. Вместо того, что вкладывают деньги в стадионы, которые ты потом будешь разбирать, надо вкладывать в дороги, в жилье, в новую промышленность, в русские семьи. Помогайте русским семьям рожать по троих детей, собрайте их жильем, работой и прочее. Я сейчас считаю так, что эта Олимпиада величайшее преступление. Я бы с удовольствием увидел там, в Сочи, просто ряд виселиц, на которых висели бы первые лица, которые ввергли нас в 60-миллиардные затраты в долларах или 50-ти. Ну, фактически стоимость войны. В Афганистане война стоила 3 миллиарда долларов в год. Скажите, там 20 лет войны, условно говоря, в Афганистане зарыли. На эти деньги можно было бы вторую Россию построить. Кстати, 40 миллионов гектар поднять, брошенных с 91-го года, 40 миллионов, эти варвары, белосин и красные, они забросились только из земель. Если там поставить технику, футурополисы, вахтовые поселки, 40 миллионов гектар дали бы нам полное продовольствие и независимость. Мясом бы, молоком бы еще обеспечили себя, я не говорю про хлеб. Вместо этого мы строим эти вот, не мы, простите, они, конечно, построим они все эти дедские сооружения, которые, еще раз говорю, никогда себя не окупят. Они нас не обогреют, не накормят, не дадут нам новых технологий и прочее. Они никогда не превратят Сочи в процветающий туристический регион, сюда не поедут на станции. Поэтому я эту Олимпиаду смотреть просто не буду, мне неинтересно. Мне неинтересно, сколько там возьмут медалей, поскольку на самом деле с гибелью Советского Союза российский спорт опустился вот так вот. Потому что для спорта нужны не только бабки, но значит, великая страна, великая идея, понимаете? Вы даже, я не знаю, успехов когда было? В Калгаре в 88-м году, мы там в Бобслии выиграли в 88-м году. Команда советская, там, Янис Кипурс, командир экипажа, пришел первым на Бобслии. Как, насколько мы медали взяли? Никогда Российская Федерация такими успехами не будет гордиться. Да кто и выступает? Это люди, кто вырос уже в 90-е годы, они уже задохлики, а у них уже душа сгнила, выжжена, понимаете? Питались они нездорово, выбирали их не... Так что, ну, эту Олимпиаду в задницу, блин. Даже если я считаю, что если там будет провал, даже будет полезно для нации.